Девушки отдыхают 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 очень у вас пафосно мы же не можем это же пафосно совершенно верно, хотя в пафосе самому по себе нет ничего плохого вы знаете, в этом же есть определенная трусость ну конечно что скажут другие кумельфотность-то она же страшная вещь я вообще думаю о том, что это кстати говоря, такая еще специфически питерская болезнь что на самом деле вот этот вот диктат вкуса, мы с вами что диктат вкуса, он в принципе вкус это конечно прекрасно но вкус же абсолютно ничего не рождает вкус же он что, он оценивает он позиционирует как теперь принято выражать один вкус оценочный, другой творческий вот я например, творческого у меня нету значит я не умею дело в том, что в творчестве это все равно оценочный потому что на самом деле в творчестве любой большой художник вынужден рано или поздно отступать от вкуса какое вы произведение не возьмете настоящее, великое вкус это мейнстрим своего рода вкус это мейнстрим на данный момент имеющийся вкус это норма вкус это норма от нее бывают отклонения например, не полагается женщине иметь веснушки но можно играть на литературе вкус это будет с веснушками потому что нормальных людей есть веснушки определенная группа какой-то но долгое время веснушки веснушкам будет например, там, ну не знаю 50-60-е может себе представить что человек был с веснушками о ужас нет, я Танечка, я говорю даже не об этом вы сейчас вот я про то уже говорю на самом деле просто вы говорите в одном разле нет, я говорю просто о том что на самом деле вкус ничего не создает он вообще крайне несозидательная категория я не уверена в этой мысли я не понимаю ее может быть вы имеете ввиду что-то физическое что вы не смогли мне объяснить на пальцах я имею ввиду, Танечка что вкус не создает ничего нового именно потому что говорите вы что вкус это норма и мейнстрим да, 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 нелочку остановимся вот не создает ничего нового однако существует стилеобразующий набор элементов да которые вот раньше не было допустим в Калифинской эпохи то есть у них был свой а классики еще не было не доросли до классики да да в других культурах были свои стилеобразующие элементы и они были цельные цельность определенных элементов вместе вся как система как структура создает некий вкус да, согласен потому что если вы привнесете какое-то безобразие в эту сложивую систему согласен будет плохо то есть в этом смысле когда это вещь загадочная вот вы говорите он не создает он создает нет, нет, нет вы сейчас говорите вы сейчас говорите совершенно то же самое в том-то и дело что он сейчас будет сначала художник создает некую гармонию совершенно верно это непонятно от чего берутся совершенно верно она может иметь отклонение может выламываться правильно например например вот для меня например я ничего об этом знать не могу кроме того что знаю я но для меня совершенно несомненно что когда посреди греческой классики как мы все знаем любимые сотни тысяч вас видали что черно-лаковых что красно-лаковых вы всех их знаете вы прекрасны они бывают лучше выполнены бывают идеально выполнены бывают очень плохо выполнены и когда посредине этого вдруг является кружка с головой негра и вы должны пить у него из головы он такой весь губастый и так далее ритон в виде головы собаки в виде головы негра и так далее по-моему это вопиот по-моему это ужас нечеловеческий а это существует наравне с изумительными идеальными бесконечными формами понимаете которые ну ничего не скажешь я там не живу но я смотрю так я вам говорю что сначала это создается вне всякого вкуса а в понятиях гармонии красоты и так далее а потом вкус это оценит и говорит так это хорошо вот это мы примем за норму понимаете вкус есть категория вторичная вот я не могу не могу теоретизировать на эту тему потому что мозги из-за должна крутиться и думают так это может быть верно а может быть неверно но у меня сейчас не хватает просто примеров но в общем и целом скажем допустим допустим так мы немножко отклонились от темы да потому что если мы будем говорить просто про вкус то нет я не нет я не предлагаю говорить просто про вкус а я предлагаю говорить про некую эстетическую трусость правильно вот именно будем говорить про эстетическую трус причем что мы здесь понимаем под эстетикой это вообще не очень понятно в этом жанре в телевизоре ну вот да в телевизоре там есть очень много понимаете в том-то и дело в том-то и дело что как раз Парфенов да старается чтобы все было в некой в некоем разнообразии сюжетов и в некой единой эстетике и он же там в одном из интервью говорит что мне не важно что мне важно как что я рассказывать могу про что угодно мне важно как про это рассказывать а мне важно что я вообще села слушать что так о том и речь понимаете о том и речь это и есть как бы позиция такая в общем снобистская снобистская конечно понимаете действительно все страсти роковые чрезвычайно вульгарные не чрезвычайно но большой вопрос надо ли бояться вульгарности Лев Николаевич Толстой как известно написал фразу когда Андрей танцует с Наташей мою любимую виной ее прелести ударила ему в голову фраза была пошлой уже тогда когда она написана да понимаю но дело в том что она и ничего она не была бы пошлой у Андрея Белого у которого либо все праздники это бы не заметили как-то более нормальный либо либо я не знаю что например классическое обвинение Горького потому что он написал море смеялось да ухохотались все почему они ухохотались когда они все вокруг были пошлики он просто был обер пошляк в этом отношении у него есть куда ужасно ничего страшного он море смеялся по сути нет она просто попадает не в ту эстетическую категорию нельзя посреди хорошего там сдержанного классического интерьера вдруг внести не знаю розовую колхозную кофту в блюд не стоит понимаете но на своем месте будет прекрасно на базаре рыночном еще все купят и кичат и есть система вкуса в том то и дело вот как решать надо с умом дело в том что как систему вкуса ее парфюм очень даже эксплуатировал в старых песнях я не видела там такие огромные подсолнухи березки специальные такие идеологические березки да декорации такая нарочитая такая вампука переточная подсолнухи среди березок не растут ну вот там все сделано совершенно сознательно нет вот что мы хотим выковырять я бы хотела посмотреть что чего он боится вот вот чего он боится понимаете потому что там за всей вот этой надмирной победоносной бесстрастностью да ведь бесстрастность же она же всегда прикрывает как бы страхи и так далее тот кто не боится быть городским сумасшедшим да тот выпустил эти страхи наружу а человек который всегда безупречен и совершенен в нем же все это там под спудом вот что там под спудом чего он боится почему он так боится выглядит безвкусным или пафосным что страшного то ну пафосным ну и что а это английские джентльмены вот так вот да да чудовищные дома изведенные дети которые ненавидят родителей да взаимоотношения ведь в Англии же известно что самое главное это семейный кризис который из поколения в поколение много десятков лет да что там внешне все безупречно в семье бог знает что нация невротиков да которые мы так любим все то есть они за нас отбываются мы-то да мы выпустили это все наружу да так у нас пацаны они наружу ходим мозги так разлом у нас правда в семье не лучше у нас свои недостатки культурные как у нации но этим мы не страдаем каша наружу и эстетика своя сложилась нищенство попрошенничество вот этому всему Леонид себя противопоставляет и это правильно это красиво там вот есть что-то вот я никак не могу поймать что-то что да но там есть что-то потому что если ты если ты весь уходишь в стиль то естественно это делается за счет смысла абсолютно вот как называлась программа когда там была ретроспектива такая на Медне тоже называлась с такого-то года по такой так вот да 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 она так и называлась на Медне год год там 61 сейчас оно какое-то другое я вообще все смотрю так вот я хочу сказать что я смотрела мне это было интересно и какие-то годы я знаю и помню но по какому признаку были выбраны те или другие сюжеты и почему они все были смонтированы вот так а не иначе что в результате чего хотел сказать автор а я не знаю вот смотрите там знаете там знаете какая еще тема есть значит все это хорошо все это замечательно и с ним много раз говорили про это на Медне и так далее но дело в том что во всем что он делал вот в том на Медне про который вы говорите и в нынешнем на Медне и так далее там он каким-то образом принципиально борется с иерархией событий да вот я вам говорю что когда Баскова ставит вперед подъема Курска да что иерархии нет но ведь дело в том что культура это и есть иерархия да с этой точки зрения все что он делает глубоко антикультурно можно сказать что глубоко антикультурно а можно сказать что все это происходит это все бутик такой из тех же опасений нет это происходит из тех же опасений потому что можно по ошибке да в рамках этого проекта поставить сначала Курска а потом самому-то что-то вообще говоря интереснее потому что дело в том что понимаете в чем дело вы все кто отрицает иерархию Они вынуждены так или иначе, тем или иным контрафунктам, касаться человеческих, естественно построенных чувств и ожиданий. У нас голова сверху, а ступни далеко внизу. Где там они, бедные, находятся? И не иначе. Потому что мы не существуем в безнадошном пространстве. Мы подчиняемся к закону гравитации. Это важное, животропеющий интересное, а потом интересное только узкому кругу. Если это переворачиваешь с головы на голову, то здесь может либо подождете, пока я вам покажу, ничего как-нибудь потерпит. Вот такой может быть месседж. Либо месседж такой, абсолютно ничего не разочаровывается, слеп, глух, лишен всякого человеческого чувства. Какой-то месседж там всегда есть, волей-неволей. Третий месседж. А вот так будет запах. Да, да, да. Так на самом деле это оно и есть. На самом деле месседж. Знаете, знаете, как это... Мы сначала подадим вам конфеты, а потом суп. Да, ухаб. Дело в том, что в свое время покойный Тимур Новиков, тогда еще не покойный, это сформулировал году, сейчас я вам даже скажу в каком. Это был 86-й год. Когда Тимур, я помню, он сидел у меня на кухне, я еще отца жила, он сказал, что я все понял. Вся теория авангарда сводится к одному, к теории пущей курьезности. Я его спрашиваю, что ты имеешь в виду? Он говорит, что все сделано ради пущей курьезности. Если пущая курьезность, это авангард. Это очень хорошо, да? Абсолютно точно. Отлично. Есть. Да. Записали. Но, впрочем, ты очень достойна, потому что мы все оценивали. Да. Так? Да. Ой. Ой. Это было так хорошо, можно было дома сидеть, петь на работу иди. Мы уже раз в месяц снимаемся. Отдыхаем. Ну, конечно. Ну, конечно, мы же пакетные. Поэтому мы забываем. Человек за два дня. Мы это назовем Колумбский трамвай. Восемь было один раз. А тебе тяжело? Девять было один раз. Ой, ех ты. Девять студий, девять кур. Мы уже... С другой стороны, кому мы рассказываем? Ему еще тяжелее. Он целую неделю поедет. Нет, я каждый день. У меня нет выходных вообще. У меня вообще не выходных. Я пытаюсь выделять. Ну, вы-то профессионалы, а мы-то... Мы же не профессионалы. Мы так. Танечка? Да. Ну, что? Ну, отстань. Так, телефончики выключили, вы выключили. Вы, 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 зрители все выключают. Можно выключать. Да, и еще у меня просьба. У нас было это в прошлый раз, несколько раз на съемках. Ребята, операторы, вы когда разговариваете со своими, да, вы просто из-за ух не слышите себя со стороны, а получается громко. Вы разговариваете как-нибудь с ними нежно. Так, что, мы начали? А почему нам ГАИН ничего не... А Шмидт? Почему Шмидт нас не благословил? Шмидт благословил. Господи, ты слышишь нас? Да, но он сегодня тихо и благотворен. Слушай, ужасно. Мы так не можем. Без благословения Шмидта. Нет, да как же. Камера по телевизору. Где? Какая? Вот эта вот? А, вот эта. Нет, подняли две камеры. Какая моя? Ваша вот. Вот, хорошо. А моя вот эта, да? Да. Хорошо. Может, потому что я в нее когда-нибудь вижу? Здравствуйте, дорогие зрители. Если предположить, что и вы, и мы являемся имбецилами, то мы вынуждены вам сообщить в очередной раз, что это программа Школы Злословия. А нас зовут Татьяна Толстая. И Дуни Смирнова. Более того, что она излишне вам указывает на то, что у нас в программе гость Леонид Парфенов. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот при своей камере он не спросил. А у нас... Вот это очевидно, вот это, да. Тугрыльич. А это неизвестно. А это гадышно. Может, там из-под ног как-то она вылезает. Камера. Да, а возможно, мы выходим утром. Здесь такие ловушки, растяжки. Мы утром выходим иногда. Да, но мы, собственно, не знаем, как это происходит. Это происходит как-то само собой, без всякой нашей воли. Леонид, у нас на самом деле к вам будет много вопросов и профессиональных, поскольку вы признанный профессионал, а мы в этом деле, в общем, мало что понимаем. Но вот главное, о чем мы хотели у вас спросить, это, насколько мы поняли, для вас главной категорией в том, что вы делаете, является вкус. Так это или нет? Я даже не знаю. И это, конечно, является... Да все является главным. Ну что еще? Да, даже не знаю. Понимаете, ну как, это просто качество. Вот делаешь вещь, которая качественна, которая соответствует, ну, каким-то стандартам качества, непридуманным. Ну, знаете, есть такое вот понятие писатели-волокжание. Это означает, что есть вот писатели, литература, да, а вот это вот есть те, которые нам дороги в силу того, что они живут в нашем административном округе. Вот, хочется делать вот качественно, да, вот мы претендуем на то, чтобы, ну, если говорить о нынешнем проекте, вот нынешние намерения, которые на канале НТВ по воскресеньям 21, это, ну, такой вот русский телевизионный Нью-Суик, скажем так, да, вот телевизионный журнал. То есть Нью-Суик как эталон стандарта? Нет, это он стандарта. Сказал и думал. Нет, в том смысле, что это вот понятно, как это сделано. Вот есть правило, да, мы должны представить еженедельник, панораму событий, актуальных явлений, персон, которые становятся, ну, лицами этого времени, чтобы это было актуально, поскольку человек смотрит и должен понимать, почему в это воскресенье он видит вот это, а не другое, это не может быть альмонадом. Вне временным, это должно быть занятно, оправдывать просто вещи, проведенные у телевизора, это должно быть там важно, нужно, ну, и так далее, и так далее. Вот сумма каких-то вещей, которые обычно определяются людьми, вот, словом, интересно, зритель не имеет обыкновения, там, и так далее, он вот, ой, что-то неинтересно, и переключает, или, ой, интересно-интересно, и увеличивает звук. А это там неизвестно почему, это от того, что монтаж убедительный, от того, что драйв с экрана, от того, что тема важная, от того, что снято хорошо, от того, что, ну, не важно. Ну, понятно, категория интересности, это самая сложная категория, конечно, потому что... Она просто, она синтетическая, она просто много чего в себя включает, потому что это просто такое бытовое обозначение всего того, что заставляет в этом случае смыслить телевизор. Приковывает внимание, но вкус, вы всегда говорите о вкусе и о стиле, вот мы посмотрели те интервью, которые вы давали, и создалось впечатление, что для вас это исключительно важно. Я думаю, что это больше интервьюеры выпячивали там вкус и стиль, потому что вот каждый раз вот это вот ужасное понятие, это стильный стиль. Вот, когда больше сказать, может быть, нечего, или не хочется там лезть и объяснять, почему и как там это сделано, ну да, формат это тоже стиль, да, потому что нужно четко все время понимать, вот это наше, это не надо, это ту матч, а это вот недостаточно, а вот это вот надо докрутить, а вот это надо посильнее. Лень, а вот объясните тогда, пожалуйста, потому что вы не первый раз говорите о том, что на Медне это Ньюсвик, но в Ньюсвике есть абсолютно четкая, скажем так, верстка, да, рубрикатор, который всегда один и тот же, который не меняется. Значит, соответственно, рубрикатор это что? Или верстка программы, верстка журнала, это иерархия новостей. Вот я хорошо запомнила выпуск на Медне, где сначала шел день рождения Николая Баскова, а потом подъем Курска. Нет, это не так не могло быть, я думаю. Нет, он сверст, он был... Нет, мы не начинались никогда с дня рождения. Нет, это не начиналось, я имею в виду выставленный, там был первый сюжет, второй сюжет, и положим третий. Вы сейчас, понимаете, какая штука, я думаю, что там могло быть так, что там просто есть персона, была политическая, и в противоположность, как бы ему, была персона не политическая, каковым был Басков с этим своим раскрученным юбилеем. Вот, понимаете, тут есть одна вещь, ну, во-первых, Ньюсвике так тоже может быть, потому что, сложная рядом, центральная тема, она занимает разворотные полосы в середине журнала, да, и таким образом перед этим проходит куча всего, и большого, и небольшого, и, может быть, подборка разворот новостей, так что... Во-вторых, все-таки Ньюсвик читают так, сяк, сначала, с конца, еще раз... Ну, так на то это и... А телепрограмма, телепрограмма воспринимается... Вот она катится сама, и человек не может вот вернуться к тому, чего было там в начале, сначала посмотреть то, что будет в середине, и так далее. Поэтому она развивается еще там, ну, просто по своему графику. Поэтому здесь верстка не так принципиально, не несет вот той роли иерархической, которую она несет в журнале. Потому что там вопрос в том, что нужно сменить тональность, нужно сбить ритм, потому что вот ду-ду-ду-ду-ду-ду нельзя, а вот ду-ду-ду-ду-и-ю, ду-ду-ду-ки-ю, вот там каким-то таким образом поступать. Вот, поэтому это не означает, если вы это подразумеваете, что курс менее важен, чем, кажется, 25-летие. Нет, я просто, понимаете, я пытаюсь вот что сообразить. Я об этом, собственно, давно думаю, еще исходя из вашего старого намедения, вот проекта по годам. Это еще не самый старый. Я знаю, я смотрела все намедения, которые были в 89-го года. Я смотрела все намедения, которые были в 89-го года. Я ваш преданный зритель, мегалетний, поэтому... Вот то, что мне показалось, вернее, эта мысль пришла мне в голову, когда я смотрела вот тот проект ретроспективный, и у меня появилось в последнее, может быть, время то же самое ощущение от нынешнего проекта, что вам, в принципе, как бы эстетически противны идеи иерархии, того, что есть более важное и менее важное, более существенное или нет, вам... То есть мне показалось, что вам кажется, что всякое событие может быть равнозначимо. Важно все. Понимаете, какая штука. Вот то, что я много наслушался по поводу тех намедений, которые наша эра, 61-2002... А теперь уже в 2003 сейчас запишем. Что вот как это можно? Мини-юбки поставлены на одну доску с пражской весной. Да более того, они тогда в 68-м году были даже поставлены на одну. И люди не живут разными четвертшариями. Вот это у меня участок головного мозга отвечает за мини-юбки, а вот это вот за социалистом человеческим лицом. Чушь собачья. Вот. И оказывается, даже по хронике теперь принципиально важно, что девочки на Вазловской площади, которые там стоят перед советскими танками, они в мини-юбках. Вот. Все важно. Рональд Рейган считал подозрительными мужчин, которые носят брюки не на пуговицах, а на молнии. Для него это была уже какая-то такая женственность в мужском костюме, с которой он не мог согласиться, потому что он был человеком. Вот переход с чулок на колготки – это огромная революция. Это понятно. И это совершенно верно. Да. Поэтому, понимаете, какая штука? А вот что, ну вот я не знаю, вот будет в ближайшем выпуске наша женская школа тенниса. Я не знаю, как мы там будем ее ставить, да, но вот у нас будут интервью всех. Мыскина, Бовина, Дементьева, все, 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 Красноруска, все. Вот. И, разумеется, Курникова тоже. Вот. Куда это поставить? Это сопоставимо, вот если посмотреть рейтинг цитирования, да, приводимости вот этих девочек, их в сумме, они в сумме собирают больше, чем один Путин. Вот. Я не вижу ничего сверхъестественного, если вот так по вертке будет ложиться, что там получится. Ну, был бы, например, там, депутат Юдин, но он у нас был в предыдущем выпуске, да, вот как политическая фигура этой недели. То, может быть, по логике того, как удобнее смотреть программу, то, может быть, лучше после этого поставить вот девочек. Очень контрастно, очень, ну, и дает очень много, такую плановую картину русской жизни, да. Россия вот из этого состоит, из депутата Юдина с Кировского завода, и из вот этих девочек сексотер. Это все равно немножко разный подход к этому делу. Я прекрасно понимаю то, что вы говорите относительно какой-то внутреннего ритма, который должен пролечь через передачу. Ну, вот эта программа, которую я как раз видел с этим чудо-юдиным, она все-таки иначе у вас построена, чем вот та ретроспектива. Потому что я, когда смотрел эту ретроспективу, не очень много, прямо скажу, что не было возможности, но меня не шокировало сопоставление мини-юбок и 68-го года. У меня другое, у меня другое. Не то, что шокировало, а вызвало... Там много, там нарезкой идет, не мне вам говорить, лучше меня помните, нарезкой идут разные события, которые создают какую-то пеструю картину. Самим количеством этих нарезок, плюс надо учесть временной фактор, это отнесено в те годы, которые я, скажем, помню, а вы даже, может быть, и не было вас, создает... Во все эти годы я был... Ну, какого, полагаете, меня года рождения? По годам был всегда, да. Почти не может быть, и ты была всегда... Вы хотите сказать, что я моложе 61-го года? Нет, я старше 61-го года. Хорошо, ладно, пусть. Дедушка, так вот мы же помним с вами, я же как бабуля тоже помню, что тогда было. Конечно, помню. Да, конечно, я же помню прекрасно. Да, конечно, я же помню прекрасно, хорошо, так и все, знаешь, я так не приятно вспоминаю. Вот, помню я прекрасно, значит, это самое и то, и другое. Страшно, я не припомню, не припомню. Все, как обычно. 68-й год, действительно, имени юбки, и это самая пражская весна, вернее, ее конец, как же не помню-то, я даже помню, где и когда об этом услышал. В пражской август уже. Да, август, август. Концом пражской весны был август. Август, естественно, август, конец всякой весны, как вы знаете, в нашем лагере. Вот, так дело в том, что количество, во-первых, отнесенность во времени, во-вторых, количество этой самой нарезки и то, что именно выбрано в нарезку, да, там же событие-то было, ого-го, сколько, но вы делаете какую-то выборку, да еще вы должны иметь хронику, потому что, может, вам нужно событие, а хроники к ней. Ну, нет, не бывало, ничего не отказались. Окей, прекрасно. Короче говоря, создается ощущение такого вот лоскутного одеяла, да, лоскутного одеяла. Они бывают декоративные, а бывают смысловые. Вот, скажем, в Америке там классические лоскутные одеяла, там главный национальный промысел, лоскутные одеяла. Они бывают декоративные, бывают смысловые. Так вот, у меня было ощущение от этих ваших программ, которые я смотрел с большим удовольствием, скорее лоскутное, нежное, смысловое, потому что... Декоративное? Да, скорее декоративное, нежнее смысловое, потому что именно количество этих лоскутов, они как бы пригашали относительно значимости, чего бы то ни было, и отодвигали это на некоторый задний план. И вот, да, тогда было так. Вот в римское время эти пошли, значит, воевать, там, не знаю, Карфаген, а эти себе очередные кудри взбили, а у этих модно есть, я не знаю, жареную перепелку, из которой там какой-нибудь червяк полизать. То есть, очень так интересно отстранено, но в этом смысле это время совсем прошедшее становится. То есть, эти вещи, на мой взгляд, они не вылезают, показывая эпоху, а они, наоборот, так уходят в декор, в заветки. Может быть, я слышал другие мнения. Потом, понимаете, это может быть еще связано с тем, что при просмотре это представляется таким мельтешением, что ничего не выделишь, ничего не вспоминаешь. Так, как поезд на насыпи пролетает, дуду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, светятся вагоны, а ни одного окошка рассмотреть на состоянии. Ну, может быть, но, во-первых, этот проект, как все дорогие проекты, всегда предназначается для очень многократного показа, что называется. И он тогда не устаревает, он не амортизирован. Можно еще раз посмотреть, еще раз что-то вспомнить, что-то говорить, а, да-да-да, я тогда это зацепило меня, но я не успел фиксироваться, потому что что-то там наслоилось. Плюс было продано три, кажется, или даже уже четыре тиража коробок на кассетах. То есть он жил той жизнью, которая предполагала, что с одного раза будет оставаться ощущение некоторого в виде ошеломления такого, это не специально, но это почти всегда, когда очень интенсивно что-то сделано, то оно почти всегда живет многократностью. И, кстати сказать, самый большой рейтинг был при первом повторе. Первый показ прошел как-то так, ой, че это? А вот второй, причем первые шли какие-то такие порции, типа там 8 серий показали, потом 2 месяца ничего не показали, потом еще 12 показали. А потом, когда все 40 показали подряд, то подхлестывая друг друга, они набирали, 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 и вот тогда, собственно, состоялась нормальная встреча. То есть сначала жанр был абсолютно новинкой, а после этого стали расчувствовать его. А потом тогда, когда говорят, а, это у них так принято, то есть уже не обращают внимания, они существуют в тех правилах, которые были предложены. Потому что когда поначалу, и это не ясно, это в 12 палочек, в колдуна или в прятки, это во что? Вот, собственно, вот наш вопрос, ты вообще-то говоря об этом. Это вот что, в 12 палочек или в колдуна? Дайте я еще раз поясню свою мысль, чтобы мы не говорили про Фаму и про Ирёму. Ну вот нам так. Поэтому у нас вопрос. Нет, это кому как. Это кому как. Нет, я сразу же отвечаю. Это кому как. Поскольку это идет в прайм... На что он отвечает? Это в колдуна или в 12 палочек или в замрел в воскресенье. То есть это время, которое для пионеров и для пенсионеров, ну и вот нынешний номер, да, в 21 в воскресенье, это естественно семейный просмотр. То нужно понимать, что одному важны темы, другому интересен этот тон. Третьему нравится то, что вообще занятно, четвертый не успевал новости посмотреть в течение недели и в результате, ну какая-то более-менее инвентаризация главных событий тоже произойдет. У всех могут быть очень разные мотивы. То есть один будет в это играть в колдуна, другой в 12 палочек. И что в этом страшно нет? Это всегда так. Потому что выход в 21 в воскресенье, те тоже там показываются в 21 или в 20 даже, вот, это всегда множество разных каких-то, ну, манков для разных людей. Хорошо, Лень, а вот для вас, для самого, мы же на самом деле хотим разобраться, мы же прекрасно понимаем, что зрители разные, что вам нужно захватить как можно большую аудиторию. Это все понятно. А вот для вас, для самого, да, вы говорите, что все важно, все может быть одинаково важно. Одному хорошо то, другому это. Во многих интервью вы говорите, что раз не услышана моя позиция, значит, я хорошо выполнил свою работу. Значит, а вот все-таки очень интересно, а вы-то сами вообще про все, про это вот что думаете? Вы-то там где, понимаете? У вас есть, безусловно, у вас есть... Нет, у меня так. У вас есть... Э-э-э-э, я работаю журналистом. Есть общая идеология. Врете, 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 врете. Нет, есть общая идеология. В чем ваша художественная воля? Нет, есть... В чем она? В чем? Она есть в чем? В божественной воле не надо. Ну, не знаю, я художественная. А, вот, 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 вот оно пошло. Кащея за иголу взяли. Вы же папуса боитесь, да? Лев? Я ничего не боюсь. Так. Поймите, я занят... Вот вы ведете телепередачу, придя из художественного творчества в нее. Вы немножко все-таки законы художественного творчества, киносценариев или повести, вы приносите сюда. Вам кажется бедноватым задача аудиовизуального обслуживания населения. Чем занимаемся мы? Мы, сервисная организация, мы продаем, подаем на рынок информационные услуги. Это мы слышали от Вероники Боровик-Хильчевской. Вы знаете, так что, если вы думаете, что это оригинальный дом, то это не так. Нет, я не думаю. Нет, я хотел на другую ответить, сослаться. Вероника, она просто действительно продает программы, там, каналы, да? Вот Андрюша Васильев, очень близкий мой товарищ, хорошо знакомый вам, здесь бывавший, на этом месте сидевший, главный редактор коммерсантов и вендиректор одноименного детальского дома. Вот он производит продукт, в том числе и для меня. Я очень уважаю этот продукт за то, что он честно для меня произведен. Вот я ехал сюда утром и читал коммерсант в газете, потому что вот после того, как я зубы почистили, нужно взять коммерсанта, иначе будет ощущение, что и зубы не чистят. Вот я жить не могу. Это вот все рассказы на советской власти про то, как «Таймс» надо обязательно открывать определенному населению за утреное. И что казалось какой-то сказкой, потому что торопиться к ящику за известиями или правдой, казалось бы. За красной звездой и с авразкой. Вот. Как-то советский спорт и футбол-хоккей. Да, но они не так часто выходят. Литературная газета и журнал «Новый мир». А это вообще раз в неделю. По средам. Для меня был четверг. Как ты били пляж, пустил по средам, потому что привозили 8 экземпляров. Вот я делаю вот то, что делаю. Мне главным критерием является востребованность. Не только потому, что это дорого, и этой канителью занято довольно много людей, и на сегодня, по моему убеждению, это лучшие телерепортеры в России. Вот. Ну и потому, что иначе вообще все бессмысленно. Потому что вот просто потребности говорить в камеру от того, что такой я вот этот графоман от телевидения у меня нету. Это у нас есть. Нет, понимаете, какая штука, мотив творчества художественного, он в огромной степени связан вот с этим, с «Не могу молчать». Я могу. С авторской позицией, там, еще что-то. А еще вы вот это вот все произносите, художественная воля, авторская позиция, обязательно нужно произнести с вот этой ернической интонацией. Потому что я не знаю, как об этом сказать искренне, поскольку этого искренне во мне нет. Вот. Поэтому я могу только косвенно цитировать, как это принято там выражаться вот в той системе обозначений, которая открывается. Слоганом типа «Великий писатель земли русской» и далее там вот эти все. Вот. А мое дело, дело, дело. Это сильная формулировка. Не по залу, не по салонам, темным платьям и пиджакам. Я читаю стихи «Драконом», «Водопадом» и «Облакам». Вот я не «Облакам», не «Водопадом», не «Марья Ивановна Петровна Ивановича». Да вы знаете ли «Марья Ивановна-то» с Петром Ивановичем-то? Они столько говорят в последнее время. Я очень много держу. Я очень много держу. Лень, вы сказали, вот у вас был такой оборот, что меня там нету. Это далеко не так, хотя бы потому, что... Конечно. Конечно. Ваша программа породила как бы целые клоны. Сначала появился Пивоваров, который стал разговаривать с вашими интонациями. Потом с вашими интонациями стал разговаривать Лошак. Потом временно Петя Мансели-Крус, чистая правда. Потом так разговаривать стали абсолютно все, за исключением Павла Лобкова. Это единственный человек, который сохранил собственную интонацию, не Парфеновск. А вот тут, извините, судить нам. С Лошаком мы похожи, как этот самый, как гончая с борзой. Интонирование во фразах там совершенно ваше. Тут, извините, судить нам. Ну, это все. Я-то говорю про позицию, в смысле, про прямо отношения. Есть, конечно, некая общая идеология. Ясно, что мы, выражаясь в сегодняшней терминологии, либералистская программа. Ясно, что мы там всячески подчеркиваем там приоритет всяких там частных инициатив и вообще возможностей, когда вдруг человеку хочется чего-то делать, да, он всегда добивается гораздо большего и гораздо неожиданнее и его инициатива, и его результаты, чем государство, чем инициатива казенная. И так далее, и так далее. Это все понятно. Ясно, начали мы там стороне, там, в деле ЮКО с этого условия. Ну, там как бы не очевидно, мы не то, что там вот прямо говорим «выпустите Михаила Борисовича», ну, вот, а «герой нашего времени» нет. Но вы знаете, но с другой стороны, по-моему, мы все говорим «не ходите к дочке в школу, дорогие следователи ФСБ». И вот тут вот ироническая интонация даже не уместна. Мы так не говорим, все-таки вот буквально так мы не говорим. А вам не хочется так сказать? Нет, я просто хочу показать, я хочу показать, я хочу, чтобы этот вывод сделал зритель сам. Я хочу показать эту школу, я хочу показать растерянный директор, я хочу показать одноклассников, хочу показать вот этот мир, для того, чтобы тогда было бы ясно или не ясно. А если не ясно, ну, значит, это было не столь очевидным вероломство этого вторжения. И вот они вот сюда пришли и вот так-то затребовали школьный журнал. Вот либо потому, как это показано, из этого следует, что так нельзя, что это не цивилизованно, что даже вот для сегодняшней России это тумачь. Да, вот мы прошли... А вы сами считаете, что так нельзя или что это очевидно? Да, да, это очевидно, да. Но и очевидно, что нельзя в телепрограмме, претендующей на то, чтобы оставаться все-таки в информационном формате, вот это вот там говорить. Это задача... Это публицистика, да, понимаете? Это вот... Ну вот видишь Шендеровича, ну, это другой формат. Ну, без дешевых. Там хорошая, плохая, там вынося за скобки. Плохая. Это другой формат. Это своя позиция, свое там прямое верничание, оценки и так далее, и так далее. Наше дело показать, вот объективно это выглядит вот так, а уж вы... Нет, может быть, какое-то количество людей же посчитает. Правильно, душить надо. И доча его, видно, что яблочко от яблоньки недалеко падает, и там, понимаешь, два сидят там, этих самых, топтуна у нее во дворе дожидаются. Может быть, и так кто-то посчитает. Хорошо, но вот... Наплодили тут ПАЖ привилегировано, что уж Падине в Горановской школе ходит, занимается. Совершенно верно, совершенно верно. Вот та, Мария Ивановна, которую вы... Сейчас, одну минуточку. Вот вы сказали про объективность. У вас был сюжет, товарища Лошака, про провинциальную журналистку, приехавшую в Москву, и что она здесь увидела, какие рестораны, магазины, и так далее, и тому подобное, да? Мне, как зрителю, я говорю совершенно, так сказать, честно и спокойно, это показалось чудовищным безобразием, просто вопиющим. Вы сказали, что есть некая объективность. Вы хотите сказать, что Лошак показал объективно ту Москву, которая только есть, но Москва есть и совсем другая, и совершенно разная. Об этом тоже говорилось. Об этом тоже говорилось. Но это не показывалось ее глазами. Я прошу прощения. Смотрите, да, есть разная Москва, есть разная Россия. Так. Значит, мы взяли специально Нововоронеж, в котором перед этим были все эти коммунальные битвы, бунты и так далее. И мы, конечно, взяли полюсную Москву, беспредельную, но есть и так далее. Продолжение следует... Столицу русской роскоши. Так. Все. А в каждом городе есть такой город и сякой. Значит, это все-таки не объективное, а это некий отбор? Господи, боже мой, милостивый. Ну, нельзя же быть вот в этом репортаже... Так, мы-то тоже считаем, что нельзя быть объективным. В 87-й раз мы считаем. Так. Объясните для тупыха. Хорошо. Мы говорим об объективной картинке Москвы, столицы роскоши. Есть такая Москва. У нас полным-полно есть другой Москвы. Конечно, Новогиреево или там Старокосино какое-нибудь живут ровно той же жизнью, что и Нововоротовск. Только от того, что они через 14 там остановок метро с двумя пересадками доедут до Третьяковской двери. Но они туда не идут. Да зачем так далеко даже ехать? Тут и ближе. Да. В пределах Святого кольца есть нормальная Москва. Вот и все. Просто мы вот эту брали, эту Москву. Но мы ей не выносили приговора. Мы не говорили, посмотрите, какое безобразие. Мы просто констатировали, что даже на улице Воронежской, с родным для этой журналистки названием, открылся, как это, ну, в общем, вот это вот, когда, как бы, швабрами трут лед, гоняя такую большую шайбу. А, как это называется? Керлинг. Керлинг, да. Да, там, там, керлинг-центр. Ни вы там не были, ни я там не буду. Ну, вот кому-то... Я и дома-то пыль сваброй не гоняю. Еще я пойду за деньги гонять какую-то дрянь пойду. Кому-то, кто-то же эти звезды зажигает, это же кому-то же нужно. Вот и все. Я сейчас говорю об объективности этого. Мы же не говорили, что устрицы... Нет, мы из Канады отказались. Все-таки только нормандские объясняют в ресторане Ингина. Нет, нет, сейчас уже только Нормандия, Британия тоже как-то не очень. Нет, все-таки только Нормандия. А вы это показали зачем? Мы это показали, что это тоже часть картин сегодняшней жизни. Гиперконтрастность, созданная этим вот нынешним нашим капитализмом... Вызывает революционные чувства, после чего народный гнев сметает все к черту и бабушке. Мы просто показали два пульса, потому что это действительно определенная примета русского капитализма. С одной стороны, рекламная покупательная способность населения такая, что рекламный рынок в прошлом или позапрошлом году был в четыре раза меньше, чем в Польше, в сорокамиллионной Польше. Да, то есть так мало может население купить просто диролов и там мыло дуру, с одной стороны. С другой стороны, вот самый большой в мире центр продажи роскоши. Это вот такая картина сегодняшней русской жизни. Хорошо. Так, а что вот... Сейчас, прошу прощения. То, что Таня начала говорить... Обратите внимание, это был совместный материал. Это был совместный материал. Коллега наша из Нового Воронежа приехала, мы обсудили те пункты, которые ей интересны. Ей ведь тоже это было интересно. И ведь тоже было, она бы без нас туда просто не попала. Ей тоже было интересно. Да и я без вас не попала тоже. Надо из Нового Воронежа тащить человека. Я в жизни была в таких заведениях, и не знаю даже, что они где-то существуют. А если вижу, то обхожу их. Мне любопытно. Мне, например, любопытно. Любопытно много чего носить. Я никогда не буду заниматься, да, но о том, что понять, я хотел бы понять тип людей, которым так скучно жить, что вот только керлинга им в этой жизни не хватало. Видите, в афише было, чего еще в Москве нет. Вот какие-то там вещи, там вот, уже все есть. Нет еще чего-то нам... Ну, полного всего нет, может кусок океана, акул туда и плавать, значит... Это если будет потребность, я не уверен, что есть проблемы. Ну, дело в том, что людей надо воспитывать. У многих богатых есть потребность в таком выбросе адреналина. Можно построить океан, запустить акул и кататься там с шерфингом. Это вам кажется, что вы сейчас умозрительно представляете. Вот такое, в таком они... Но они же ездят туда, чтобы их откусывали. Ну, я не знаю, зачем ли они туда ездят. А, это волнующие. Вы же не проводили маркетинговые исследования. Вы знаете, Лень, вот... Это все не так просто. Вот... Думаю, что найдутся всегда люди, которые оплатят этот риск. Нет, 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 нет. Нет, мы есть... Надо проверять, а не думать. Нет, если можно, мы будем думать, и мы не... Эти все ваши фокус-группы, это все... Знаете, вот... Вы жену любите, наверное, правда ведь? Вот отправьте ее на фокус-группы, посмотрите, что там скажут про нее. Понимаете? Да, со мной фокус-группы уже приезжают. Вот. Нет, ну просто вы... Значит, я это все... С какими материалами вернется жена после фокус-группы? Вам что напишут? Дрянет. Фигура не к черту, морда, значит, могла быть моложе. Вообще, как она разговаривает, вы пустите жена на фокус-группы. А почему идеи можно пустить на фокус-группы? Что это, послушайте, я... При том, что у нас есть свое мнение без всякой фокус-группы. Нет, ради бога, ради бога. Я вам объясняю критерии в моей работе. Мы немножечко про Фому и про Ему. Критерии в моей работе, они на фокус-группах. Да. А не на нравится, не нравится. Я тут не самовыражение... Вот я про художественную волю-то когда спросила. Лень. Я именно про это, нравится, не нравится. Ваша художественная воля есть или это фокус-группы на воле? Нет. Ну, она есть, конечно, но она должна тогда совпадать с тем, чего примет фокус-группа. Лень, вот скажите, пожалуйста, это... Я понимаю... Передача, которую не смотрят, она не нужна. Просто, ну, бессмысленно заниматься мартышками трудом. Это вы говорите про вообще, а... Колесо, которое не едет потом. Зачем? Ну, вот тщательно работали, он там ужасно много души вложил, художественной воли, еще что-то. Но оно получилось квадратным, расписной, вот так, да. То есть вы не доверяете собственному вкусу этой художественной воли? Может, у вас будет лучше без фокус-группы? Может такое быть? Или фокус-группа выше вас? Вот Парфенов, вот фокус-группа. Там сидит 8 человек, да? Я найду способ, чтобы и я, и фокус-группы... Понимаете, я очень давно в этом деле, для меня это нет никакой муки. Делать продукт востребованным. Я не вижу... Продукт. Я не вижу в этом никакого-то чудовищного насилия, диктата и так далее. Нет, нет, так это хорошо, когда ты делаешь нужные вещи, да? Тебя смотрят очень хорошо, прекрасно. Популярность возникает. Но просто это же делается разными путями. Мы и расспрашиваем, какой вы выбираете путь, почему это не тот. Нет, но это множество путей. Там нет одного пути, там разные области вещи. Лень, а вот объясните, пожалуйста, дело в том, что как-то вот, я не знаю, я, например, совершенно спокойно себя чувствую в шкуре или роли, так сказать, дуры непрофессиональной. Вы замечательно, профессионально объясняете какие-то вещи. Вот вы вспомнили про афишу. Я тут недавно как раз наблюдала, как раз случился арест Ходорковского. Естественно, все сидели, прилипнув к интернету, значит, выглядывали там новости. А там, куда не выйдешь, на какой сайт не выйдешь, висит баннер афиши с вопросом, где отметить Хэллоуин. Это, конечно, в момент, когда в стране происходит что-то, какое-нибудь очередное безобразие, оно происходит сплошь и рядом. И это выглядит просто уморительно совершенно. Где-где? Матросской тишине. В том числе с точки зрения вкуса и так далее. Я понимаю, что позиция, я не знаю, глянца, гламура, назовите как угодно, или позиция вот вашего инфотреймента, да, она профессионально, чрезвычайно, так сказать, выигрышная, наверное, правильно вот это говорить о том, что вот продукт, я тут не самовыражением занимаюсь, я тут дело делаю, значит, мы обслуживаем население, мы сервис там и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, это вот, собственно, то, о чем, чем вы мечтали заниматься? Помню, помню, что я мечтал. Как это? Я не знаю, что я мечтал. Я мечтал делать то, чего мне нравится, но поскольку это журналистика, я ничем другим никогда не занимался и ничем другим не занимаюсь вообще, то всегда было частью того, что это то, что нужно кому-то, потому что если это было бы нужно только мне, я бы это не стал заниматься. Нет, ну это понятно, так вообще не бывает. Нет, вы сказали, что вот хорошо, что... Ну откуда вы знаете, что нужно? Из фокус-групп, вам же объяснили. Да нет, ну не только, господи, ну почему? Я знаю положение на рынке информационном, я знаю рейтинги, я понимаю, чем объясняется такой успех, чем не объясняется такой успех. Это вообще ерунда, с этого начинается профессия. Если ты в этой профессии производишь продукт, который должен быть нужен, откуда ты знаешь, чего нужно? Не ходи в эту профессию. А вы видели нашу программу, она вам нравится? Вот вы пришли, вам нравится наша программа или нет? Понимаете, я не телезритель, тут есть одна проблема, я сейчас пытаюсь как-то... Да я вас тоже не смотрю. Обменялись. Нет, я не в этом делаю, я в смысле, что мне трудно дать оценку как так зрителю. Ну дайте как профессионал, нам очень интересна ваша оценка. Ну она для меня не ритмична, ну да, она для меня слишком такая спокойная, текущая. Вот, и она... Она все-таки на очень определенную категорию. Она вот что-то называется на любителя. Я не знаю, там какого, но там понятно. Вот вы сказали на определенную... Который больше читает, например, чем смотрит в Матрицу 3. Ну вот там... Стопроцентняк. Понимаете, это очень далеко от того, чем я занимаюсь, потому что мы занимаемся такими вот вещами аудиовизуально очень насыщенными. Монтажом, картинкой, съемками, командировками, разницей тем, адресов, приемов и так далее, и так далее. А она все-таки моноприемная, да, вот мы сидим и разговариваем, да. И в этом смысле это не то, чем я... Ну, просто там, может быть, все у темперамента, там, особенности представления о том, чем стоит на ящике заниматься, я всегда, никогда этим вот не занимался. А вам важнее что или как? Да это все это соединено. Это какие-то такие, знаете, вопросы про формалистов начала века. А это просто из вашего интервью. Вы в одном из интервью говорите, мне важнее как, чем что. Еще раз повторяю, интервью даешь, наблаблакиваешь там час, из этого публикуются 12 минут. В результате вещи, которые были там периферийными, тут оказываются... А завизировать? А сказать, я этого не говорил? Да нет, я говорил, говорил, и это говорил. А я так не хочу? Ой, да мне это очень... Ну, так я прямо... А зачем давали интервью? Ну, так принято давать интервью. Я вам с этого и начал. Я не знаю, зачем я даю интервью. А к нам зачем пришли? Вы позвали, ну... Ну, вы же могли отказаться. Сказали бы, да ну вас вообще? Ну, я не отказался. А почему? А зачем? А зачем вам было? Интересно, что ли? Задачи нет никакой. Я пришел, ну, потому что мне... Делать мне что, был шел мимо? Восемь утра он, ну, в съемке. Думать, дай зайду. Нет, почему я как-то... Да, в телепрограммах интервью я вообще не помню. Я думаю, лет там 5-6 последних не давал никогда. Нет, показалось. Ну, пускай. Пускай что? Пойду с ним. Люди почтенные. Ага. Откуда вы знаете, что он почтенный? Ты же нас не смотрит. Может, мы здесь хулиганки безобразим? Я сказал, что я не телезрительный, в смысле, что мне трудно зрительски оценивать. Вы спросили, как я отношусь к вашей передаче. То есть, глаза болят, и вот так вот вращаешься, в точку не попадешь. Нет, у меня отношение к этому из ремесла, а не из вот этого сел в тапочках на диване и смотрю ящик. Нет у меня такого смотрения ящика. Лень, а у вас вот, я так понимаю, что вот, то есть, главная всегдашняя задача, да, это только что посмотрели, а что там будет потом, в принципе, не важно. Или как? Ну, послушайте. Как вот страдает. Ужасно. Ну, знаете, вот если сказано, что задача такая, это не означает, что остальное не важно. Ну, почему? Ну, вот, что вы все абсолютизируете? Да, я сказал, что важно, чтобы смотрели, но это не значит, что... Иерархии у нас определенные есть, вообще-то говоря. Есть определенные иерархии. Мне кажется, что мы боремся. У нас представление о том, что в нашей передаче это вот самое важное, это вторичное, а потом идет вот такая вилка, вот важно и это, и это, а если этого нет, то тогда можно вот так, а если человек там зануда оказался, быстро на ходу надо все переделать, не ваш случай. Я говорю так подробно. А чем? А можно нам? Можно? Все эти какие-то задачи, и огромное количество вещей понимают так, что так это делается. Вот это вот надо, это не надо. Вот это хорошо, это вот нехорошо. Вот я... Так а почему нельзя ставить задачи? Я это и так чувствую. Они же сами... Ну, конечно, они там как-то поставлены раз и навсегда, они как-то внутренне понимаются. Ну, вот есть там, вот у нас там сидит там три комнатки, делаем программу на медиа. Мы единомышленники, мы сами понимаем, чего мы делаем, да. Нам не нужно, там, собираясь по вторникам на летучку, нам не нужно говорить, мы ставим сегодня задачу, вот именно сегодня, в тот день тогда. Ну, так никто не разговаривает. Вот, пошел пафосный, изображает того, кого-то, который в кавычках пафосный ходит, надутый такой индюк. А мы вот тоже вас не спрашивали, в чем задача вашей программы? Вы все время спрашиваете, какая задача, какая задача. Задача выходить в эфир. Все, так я это и сказала, а вы стали это отрицать, и сказали, что я абсолютизирую, Лень. Нет, ну вы, ну, она не отменяет кучу еще других задач. Нет, Лень, вот скажите, вот хорошо, вы сделали, делали потому что у меня... Я не занимаюсь самоанализом, ну, слушайте, ну... Да, правильно, вы не занимаетесь, вы сами. Спросите, с какой ноги она ходит, она не пойдет ни с одной. Да, да, такой старый, такой, старый, такой отлуп. Вы не занимайтесь самоанализом, это мы тут занимаемся. Мы делаем, мы делаем вот такой вот либералистский тележурнал, в котором есть важные, нужные, интересные, полезные, актуальные. Вот оно отвечает в сумме каких-то критериев, всякий может найти одному больше то, другому больше это. Салат оливье, кому гороши, кто-то выковыривает колбасу, Доктор говорит, это я не ем, это уберите. Ну, хотите, да, решите, ну, сравните с Карпаччо, будет более благородно. Нет, Карпаччо однородно. Неправда, там есть роккола. Роккола, это привнесена. Нет, извините меня, Карпаччо к рокколе не сводится, роккола привнесена. Прекрасно вас сейчас слушают в Смоленске, я думаю. Мария Ваня, а я дома сидела. Нет, дело в том, что, понимаете, я-то задаю вам вопрос просто потому, что у меня есть там конкретная к вам претензия. Я глубоко убеждена, что проект реставрации начался со старых песен о главном. Понимаете, это мое глубочайшее убеждение. Потому что, да-да, вот не надо, ну давайте. В одной газете написали, это песен на обеспечение победы коммунистического большинства на выборах государственных. Вы знаете, я в общем... Да, хотя звучит, конечно, нынно. Я в общем, с этим идиотизмом согласна. Русские начали позвонить у коммунистического прошлого. Это стиль. В понятии сталинской архитектуры нет ни слова о слухе. А вот это неправда. Леня, я тоже эти претензии много раз читала к вам и читала ваши ответы. Я прошу прощения, советские песни, одну минуточку, вы взяли маленький кусочек лирики, собрали его и показали так, что это вот было те прекрасные песни, которые у нас пели. А куда вы дели Ленин такой молодой, юный, октябрь впереди? Где было, простите, пожалуйста, на улице мира веселый народ? А ведь большинство песен было таких. То, что вы показали, это был вот такой кусочек. Я понял вас, поймите. Я не занимаюсь исторической наукой. Я не пишу монографию, жанры, типы, особенности, ритмы, мелодическая структура песен советского периода, 1955-1985. Там бы нашлось и юный, октябрь впереди, и партия нашей рулевой на стиле Сергея Михалкова, музыка Ивана Мороделя и так далее. Все бы мы это взяли. Мы делали новогоднюю программу. Не нагружайте ее большим смыслом, чем я. Леня, вот теперь я буду делать, как вы. Понимаете, я же тоже думаю, Леня, ну это же, ну не правда. Ну телевидение, это же пропаганда. И вы работаете в сфере пропаганды, а не только в сфере информирования. Да. Вы знаете, что я делала? Вы разбудили демона. Вы выпустили дракона. Так, дайте я вам приведу. И склекки, куда его посадили, Егор Гайдара на крючу. Вот это вот не надо, пожалуйста. Вот это дурной стиль. Нет, а это все. Дайте я вам скажу. Изображать из нас дур очень легко, потому что мы дуры и есть. Мы сами из себя изобразим дур, клоунов, кого угодно. Ну, Лена, мы так изобразим, что вы просто должны... Утомленный человек хорошего вкуса пошлыми вопросами, вы были им тысячу раз. Дайте, дайте. Сказали, что вот... То есть вы боитесь считать что-то правдой? Вы боитесь ошибиться? Вот он вышел и сказал, это правда. И тут же в кустах хи-хи-хи-хи-хи захихикали все. Ошибся, ошибся. Вы боитесь это ошибки? Поставить информацию. Выводы? Это хорошо. Знаете, когда ты работаешь в Вашингтон-Посте, такую держать позицию. А, между прочим, когда их заживут... Дайте я вам скажу, дайте я вам скажу. Когда родина в опасности. Знаете, когда их берут за жопу, они тут же начинают возмущаться. Например, смотрела я по американскому телевидению такой сюжет. Японцы... А к японцам-то не придерешься, потому что там Хиросима была, да? Так вот, японцы устроили себе кафе. Это кафе было то ли Освенцем, то ли Маутхаузеном, она там называлась, я уж не знаю что. И там все было как в этом самом... В конце лагеря смерти. Туда приходили веселые эти самые ночные японцы, молодежь. А там все. Там и отрезанные человеческие волосы, вырванные зубы. И какие-то камеры, и даже все эти самые газовые. Да, да, да. Так вот, американцы не знали. Подождите, что с этим делали? Какие странности были? Потому что это, если экстраполировать, вот этот самый проект, это то, что Дуня хочет сказать. Старая песня главная. Да, по золото коммунистическому строю. И никакой не специальный сталинский стиль. Для этого надо, чтобы прошло. Не надо экстраполировать. Не надо одно кафе ужасное над Ваней Маутхаузен. А вы можете представить такое кафе в Мерлине? Не на отношение японцев ко Второй мировой войне. И на разницу между Токио и Берлином. Вот в Берлине это невозможно. Вот в Нью-Йорке это невозможно. А у японцев возможно. А в Берлине, да, в Германии запрещено продавать фашистские антибиотики. А в Америке, пожалуйста. А в Италии разрешено. Да в Америку сколько хочешь. Вот, да. Все лапки на миске. И что, из-за этого что следует? Потому что в Америке... Вот не надо экстраполировать. Не надо экстраполировать. А почему запрещено в Германии и можно в Америке? Потому что все пришли к сегодняшнему дню с разными рюкзаками за спиной. Так мы с каким рюкзаком пришли? У нас в рюкзаке в этом еще дымятся куски трупов-то человеческих, которые нарубили за 70 лет. И коммунисты их оправдывают. Не начинать их. Забыли? И забыли. Никто не забывал. А, не забывали. Б. Вот это вот абсолютно мировоззренческая какая-то... Вот в то время пока... А вы мне скажете, когда закончили сдумиться? Нет, вы почувствуете. Потому что вы должны знать правду, а не делать вид, что ее нету. У вас должна быть личная своя правда. Правда, она изучена многих вещей, состоит. Правда не сводится к тому... Это общая уголовность. Ничто ни к чему не сводится. Правда о советском периоде не сводится ни отдельно... А, там было много хорошего. ...ни отдельно к песне Владимира Шаинского. Там было много хорошего. Они жили просто во всякой жизни. Люди жили, рожали детей, влюблялись. Геннадий Андреевич, спасибо. Воевали с тобой. Это понятно. Такое было и такое было и сякое. Однако можно нажать на эту педаль, а можно не нажимать? Я не считаю, что А, нажали на педаль, Б, не считаю, что вы вправе это сказать и так активно настаивать на своей правоте. Милочку. Для меня это... Вы мне запрещаете иметь мнение? Нет, пожалуйста, вы имейте мнение, только не говорите, что это правда. Вы говорите... Это моя правда. Нет, минуточку, вот все эти самые... Наконец-то вы сказали, моя правда. Совершенно верно. И Дунина. До сих пор говорили, что правда вообще. До сих пор вы говорили, что правда. Ваша какая правда, мы вас спрашиваем. А вы говорите, что ее нет. Она либо такая, либо такая, но какая-то у вас есть правда? В суровых категориях, правда. Вы же нам вы сказали? Так чего ты... Вы сказали? А этих категорий, они как бы не работают, да, в современном мире? Их постмодельный... Отменим. Ну, но архитектург, ГУЛАГ, это правда. И цикл Аркадия Островского, а у нас во дворе, это тоже правда. Это тоже правда. Нет, а почему вы... Мир не сводится к одной правде. Вот и все. Он такая многообразная штука. Вот, увы, не получится вот так вот сказать, что вот там это вот. Завязали кисемочки, отложили дело, и оно пусть там дымится. Вот скажем, вы пришли... Не трогайте там это дело. Вы придете там на день рождения... Фильм «Белорусский вокзал», это тоже правда. Окей. Вы придете в гости, там люди празднуют там 75 лет, и вы скажете, ну вот, вам 75, уже недолго и до гроба осталось, потому что я вижу бабушку, у вас почки больные, да, а дедушка совсем плохо. Ну, это правда. Ну, зачем? Ну, это можно делать и не делать. Я просто, пожалуйста, разворачиваю вашу многоцентрическую правду. Вы считаете, что это корректная параллель со старыми песнями о главном? Ну, для нас, да, вот мы смотрим, где мы сейчас. Посмотрите, где мы сейчас. Мне это некорректно. Посмотрите, где мы сейчас. Мы это кто? Мы как общество. А, Россия. Да. Ну, в общем, сейчас, да, вот сейчас, вот. Вот осень 2003-го. Где мы? Вот мы находимся на исключительно опасном отрезке пути, у нас сейчас все может пойти назад. Поэтому очень бдительно, и не надо тут никаких старых песен о главном. Нет, потому что старые песни о главном... Да, они уже столкованы. Это хворостеночка в костер. Да, да, хорошо. Это знаете, что из этого выходит? Из этого выходит... Нет, из этого выходит... Вы подложили щепочку. Так. Слушайте, я что-то... Вы только в Индии, по-моему, вот. Не забывайте говорить. Нет, нет, это автоматически считается. Я считаю, что вы подложили щепочку. По-моему, не по-моему... Что автоматически? Как это автоматически считается? Автоматически то, что я говорю, считается моим мнением. Автоматически то, что я говорю, считается моим мнением. Поэтому все эти интеллигентские такие, эти самые, по-моему, извините... Это постмодернистские. Это когда надо говорить, я поняла, я сейчас буду делать, я теперь буду делать как Парфенов. Я буду говорить так, любовь, потому что нормальный человек не может сказать, смерть, или там, правда, или, так, еще лучше, ложь. Вот так вот. Вот все эти слова надо произносить только так, да, потому что иначе будет не кул, а будет отстой. Татьяна Никитична, вы поймите, что главная категория именно такая. Позиция художника – это отстой. А модная картинка – это кул. Очень-очень-очень просто пытаться делать из коммерческого телевидения дэдслан. Замечательно. Зашибись. Пожалуйста. Давайте дальше. Я не понимаю, зачем мне это так делать. Вы не хотите меня услышать, вы уверены, вы все знаете наперед. Я бы вас слушаю. Вы знаете наперед. Вы знаете наперед о том, как мы создаем кул, как у нас ничего святого за душой, как мы заняты коммерческой работой. Коммерческое высказание. Ну, все. У вас есть к этому отношение. Я не очень понимаю, зачем вам нужно было, чтобы я при этом еще присутствовал. Ну, расспросить вас, расспросить. Как это делать? Вы расспрашивая, вы расспрашивая, убеждены в том, что у вас есть по этому поводу отношения. Вы расспрашивая, убеждены в том, что вы знаете ответ. Нет. Нет, совершенно нет. Интересует ваша позиция по этому вопросу. Позиция по этому вопросу. Позиция нас. Паша, интересует. Что вы думаете по этому вопросу? Думаю, что у вас плохо получается. Ну, конечно, потому что, поскольку мне это непривычно, так говорить про категорию, морально. Ну, ладно. Поэтому плохо получается. Я не буду продолжать это рассказать. Не продолжайте. Спасибо. Хорошо. А вы не хотите бросить этот разговор совсем? Вы обижены. А потому что это не разговор. Почему? Мне это неинтересно. Понимаете, это отношение к себе, я знаю. Мне это скучно. Я не услышал ничего нового. Вы не хотите понять логики, в которой мы работаем. Мы пытаемся понять. Эту логику мы у вас расспрашиваем. Ну, это не расспрос. Потому что мы не знаем еще к чему относиться. Расспрос. Это не расспрос. Вам не нравится метод этого расспроса? Да нет, ради бога. Кому я тут может быть как угодно. Я не хочу в этом принимать участие. Не хочу сотрудничать. Понимаете? Оговаривать себя. Я не понял этого логики. Оговаривать в каком смысле? Ну, есть такое, это самое. Есть такое юридическое определение. Подобного сорта. Да. Зачем я буду свидетельствовать против себя? Нет, спасибо. Я прошу, чтобы не было этой программы. Нет, это все. А вот насчет не было, это мы не можем обещать. Нет, знаете что, я тут работал, вот, так что давайте мы как-то разберемся. Нет. Почему? Ну, потому что. Лень, это же вы не захотели. И вы сюда пришли, ничего подобного. Неправда. Вы не хотите разговорить, это не разговор. Это разговор, Лень. Вы все знаете. Лень, дразнится же вы и стали. Мы все знаем, зачем, зачем я вам для этого. Так мы вас расспрашивали. Вам было интересно, как это будет, если у меня это говорит. Слупость. Получили. Получили. Так. Где у нас режиссер или кто-нибудь? У нас сколько перерыв минут? Кто-нибудь ответит? Мы 53 минуты при этом записали. А, слышно. Есть кто-нибудь, ответит кто-нибудь из режиссерской группы? Они отдыхали. Сейчас подойдут. Хорошо. Мы можем? Сколько минут перерыв ГНС? А, он еще не приехал. Сколько минут перерыв? Минут 15. Хорошо. Все, отлично. Так, как это включать? Так. Так. Я ничего не понимаю. Так. Прикапливаю. 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 Все? Угу. Так. Мы готовы. Работайте. Работайте. Сейчас. Тут какие-то народные брожения у нас. С командой, пожалуйста, чтобы мы начали. Вы начинаете? Я сейчас ничего не понимаю. Нет, нет, нет. Вы начинаете. Вы наоборот начинаете. Это интересное дело. Хорошо. Вы придумали это. Так. А какая камера на меня смотрит? Потому что мне надо смотреть в камеру. А какая камера. Скажите мне, пожалуйста. Да, вот я смотрю. Вот так, которая с красным. А я типа туда, наверное. С красным фонарем, да? Да, да, да. Хорошо. Так, мы начали. Нет, Таня, вы не туда смотрите. Туда? Да, вот теперь вы смотрите правильно. Ну вот я так. Да, под красным фонарем. Так, а почему у меня тут не горит фонарем? Потому что загорелось. Один. Один, мы двоих. Ага, все поняла. Так, все, мы начали? Да, пожалуйста. Уважаемый Леонид Геннадьевич, мы, во-первых, хотим перед вами извиниться, хотя наша вина, наверное, состоит в том, что мы перебивали вас. У нас, к сожалению, вообще существует такая дурная привычка, мы перебиваем друг друга и гостей, и это было неоднократно. Вот, ну, наверное, с вами нельзя было этого делать. Мы просто, ну, наверное, не сообразили, и в пылу спора нашего и разговора совершили какие-то недопустимые с точки зрения этики беседы ошибки. Просим вас нас за это простить. Вы, уходя, сказали, что считаете, что эта программа не должна появиться в эфире. Мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы эта программа все-таки появилась в эфире. Нам кажется, что важно, чтобы зрители ее увидели по самым разным причинам. Но одна из этих причин заключается в том, что нам кажется, что большая часть аудитории программы «Школа злословия» будет полностью на вашей стороне. и сочтет, что вы правильно сделали, что ушли и прекратили, с вашей точки зрения, бессмысленный разговор. Нам кажется, что это не только интересно с точки зрения драматургии программы, но что это повышает и без того ваш высокий авторитет. Другая часть зрителей, наверное, может быть, сочтет ваш поступок, скажем так, не совсем адекватным тем действиям, которые были предприняты со стороны ведущих. Но аудитория всегда неоднородна. Вы сами нам это говорили и всегда воспринимает по-разному один и тот же предмет, одного и того же человека, одно и то же событие. Вот поэтому нам кажется, что все-таки стоит показать программу, в которой сдержанный и изысканный джентльмен Леонид Парфенов счел возможным и необходимым прекратить безобразный, с его точки зрения, разговор. Вот что мы хотели вам сказать, вам решать. То есть я не совсем, конечно, понимаю, почему вам решать, но вот наше предложение с нашей стороны именно такое. Вот я не знаю, может быть, Татьяна Никитична еще что-то добавит. Мне кажется, что с нами произошла удивительная история. Да. Я, конечно, с нами произошла удивительная история, потому что у нас в гостях в нашу лавочку с безобразным оскорбительным названием «Школа злословия» приходило около 50 человек. Они знали, на что они шли. И, конечно, первые партизаны, первые Александры Матросовы были совсем отчаянными смельчаками, потому что у них не было даже прецедента никакого. Они не могли увидеть по телевизору, как строится эта программа и на что, собственно, идет смельчак. Им от нас глубочайший поклон и уважение. Это спорт. А спорт — это мир. Так что в конечном счете все обычно заканчивается миром. Вот все 50 человек, бывших у нас в гостях, выдержали стоически эти испытания, как последний герой J7 и так далее. То есть они ели гнилую рыбу, делали бессмысленное передвижение камней с одного места на другого, перетаскивали, читали правильные и ложные сообщения, с идолами разговаривали, ныряли, захлебывались в океан, выдержали все. У нас прошел удивительный случай. Два вице-спикера, министры, председатели разных крупных энергетических компаний, все прошли это испытание достойным. И никто из них не был профессионалом в телевидении. У нас, насколько я понимаю, был один высокий профессионал в телевидении. Леонид Парфенов. И он бежал от нас. Вы к нему сейчас обращаетесь? Я к нему обращаюсь. Леонид, это что было? Почему? Это такой ход? Или как? Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот удивительный случай, профессиональное, вы выразили к нам свое профессиональное отношение, оно очень ценное, потому что, что такое вице-спикер? А тут профессиональный журналист. Он показал нам наше место. Мне бы очень хотелось, чтобы эта оценка нашей деятельности прозвучала в эфире, а не то, что тефи-тефи. Ес. Записали, граждане? Отлично. Да? Вот этот финал, тефи-тефи, это просто, если учесть, что он тефи вручал, то это просто, это... Все, мы уже там будем пить кофе. Да кто-нибудь скажет, стоп, мотор? Малкин куда делся? Малкин, ау? Сейчас, идем. Все спрятались. А что? Что? Ждем. Все? Все, переваривай. Мама, если бы они будут переставлять свет, мы здесь кофе попьем. Чего? А, ну, хорошо. На столике, что-то прошло. Все. Не умеет держать, он так. Вот. Спасован уже. Юлик. Юлик, твой... Глаголит истина. Да. Вон есть. Конечно. А ее не надо резать. Конечно. Мы оставляем вначале гримерку, потом программу и в конце кухню. Все. Молодцы.